Я так понимаю, что подземная часть города выглядит не так исторически привлекательно, как наземная. Конечно, 100%. Но нельзя ее исключать при этом, потому что подземелье – наше все. Так заканчивается надземная экскурсия для диггера и блогера из Москвы Данила Давыдова. Если провожатым по Кремлю был краевед, то уже подземную часть ему показывает местный диггер Денис Мурушкин. Для экскурсии по подземной Рязани выбрали самый длинный коллектор – Лыбецкий. Первые 300 метров по нему придется пройти на корточках. Потом тоннель из П-образного станет круглым. Через какое-то время опять сменят форму. И так все 2,2 километра. Дайон арт-лужайки. То есть, кто знает, то с левой стороны будет кафе «Свежинка», всеми известный из советского времени. А по правой стороне главпочтам. То есть центральная улица Почтовая, которая раньше называлась «Шалопаевка». Вот мы сейчас параллельно ей пойдем. Она у нас с правой стороны останется. Денис Мурушкин рассказывает, что инженерный план по вынесению реки Лыбець был разработан еще в 1838 году. Реку запрудили, но замуровать ее удалось только в 60-х годах 20-го столетия. Теперь тут лежат чайники, пилы, ботинки и даже советская урна. А чему московский гость действительно удивился, так это подземной живности. Ребят, я первый раз вижу летучих мышей в коллекторе. Я никогда не видел. Дошли и до главной цели маршрута – Астраханского моста. Рязанцы уже насмотрелись на этот ремонт. Но то над землей. А сейчас появилась возможность увидеть его с другого ракурса. Над нами находится Астраханский мост, который реконструируют. Делают арку под мостом, чтобы сидеть право-лыбецкий блювар и лево-лыбецкий блювар. Вот как они отремонтировали. Вот он ремонт. Коллекторы прошли довольно быстро, расскажет потом Денис Мурушкин. Данилу Давыдову экскурсия понравилась. Как он ранее говорил в передаче «Городские встречи», если не удалось побывать в подземельях города, то экскурсия не состоялась. Это же прошла на ура. Валерий Седов, телекомпания «Город».